В стандартном подвое за партой мальчик-девочка сегодня никого не удивишь. Такие уроки, или как их называют, образовательные события в 32-й школе проводят регулярно. Детей не просто разбивают на кучки. В течение нескольких часов они рассматривают какое-либо явление или событие с точки зрения биологии, математики, например, физкультуры. Таких уроков в моем детстве никогда не было. Что это за уроки такие? Ну, мы как бы здесь, можно так сказать, ну, нам дают задание, вопрос какой, по окружающему миру, можно так сказать. И мы выдвигаем свои версии, и потом соединяем их, и, ну, в итоге получаем одну какую-то большую версию, можно так сказать. То есть это командная работа? Да. Задание дает учитель совсем из другого кабинета. Сетевое образование – еще одна технология, которую применяют в школе. Ну, нужно было, почему зелья горят, боятся огня. Ну, когда вот так задают задание через доску, интересно с другим классом вместе работать? Да. Для того, чтобы освоить материал, тут же и лаборатория. Можно полить шишки водой или разобрать на кусочки. Следят за процессом и два родителя. Не мамы двоечников, а общественные эксперты. Работа важная и требующая подготовки. Просто они сразу прийти не могут. Проводится, опять же, большая работа. Как и сама подготовка училий, которые событием требуют времени, так и подготовка общественных управляющих. Сначала их наши методисты обучают. Обучают, как оценивать, по каким критериям, что нужно увидеть, не вмешиваться в образовательный процесс. После этого только родители допускаются к этой общественной экспертизе. Оценивают родители-эксперты не общие знания, а так называемые компетенции 21 века, которым обязаны научить современной школе. Это умение общаться, высказывать свое мнение, задавать вопросы. Мы из подручных материалов делаем разводной мост. У нас дается выбор или двух разводной, или только один. Такая прикладная физика заинтересует даже ярых гуманитариев. Такой бардак на уроках. Вот вы, как человек, в советской системе такого не был. Как к нему относитесь? Ну, очень положительно, потому что идет поезд. А когда поезд, всегда бардак. За всем этим бардаком с интересом наблюдают две делегации из Усольского района Иркутской области и нашего Хоринского о том, что в 32-й школе такая насыщенная жизнь, узнали на Байкальском образовательном форуме и решили еще раз навестить коллег, чтобы разобраться в тонкостях. Новые положения, новых стандартов внедряются в вашей школе очень активно, в вашей волонуденской школе. Дети работают максимум самостоятельно. Это то, что нужно в наше время. Дети работают сами, учителя только направляют, только помогают, только курируют. Это не совсем новый, но нигде еще так глубоко он не внедрен. Приехали по конкретным каким-то направлениям. Это по внедрению, по реализации внеучебной деятельности интересные подходы, как я уже говорила, по составлению расписания и по системе, по сетевым образовательным проектам, которые сейчас как раз вы наблюдаете. Аюна Жимбаевна уже два года как руководит школой в ТЭК, где воодушевилась проводить такие занятия и у себя. Для сельских ребятишек, часто скромных и неразговорчивых, настоящая находка. Находкой считает молодой директор и сетевое обучение. Если, допустим, будет это сетевое взаимодействие, конечно, у нас решится проблема, именно дистанционное обучение, если будет. Возможно, такой, допустим, учитель из города ведет уроки у наших детей. Я считаю, что именно для детей это большой плюс. Сельским школам помогать готовы, говорит директор 32-й. Дело за малым – найти финансирование на оплату дополнительных часов учителям. А в наши малые села провести нормальный интернет. Без вложений только на энтузиазме педагогов современные образовательные программы, увы, не приживутся. Алифтин Дармаева, Батога Армын, Новости дня.